«Свой глаз лучше чужого нахала» Привет, я даже. Несмотря на то, что это о прочитанном за май 2015, речь пойдёт только об одной книге. Дело в том, что в остальных книгах, прочитанных за миссией, сидельные видео, это книга «Отчётник», ой, совместно прочитанная, это «Менины Пожарски-Скрыльникова». Я славала только одна книга, которую я прежде не рассказывала. Это «Нри Белянина. Моя жена ведьма». Дри Белянина, да. Он пишет в жанре мистическое фэнтези. Юмор у него просто чудесный. «Мою жену ведьму» я перечитывала уже, наверное, раз седьмой, восьмой, благодаря марафону «Мук Микс». Об этом тоже есть отдельное видео. И, собственно, в чём сюжет? «Жили-были мы с женой». Он поэт, она ведьма. Не по характеру, по сути. Дар у неё был. Мало того, что ведьма, она ещё и оборотень, потому что Новолуние по ночам превращалась в отшицу и уходила в параллельные миры, чтобы не навредить людям в этом мире. Уходила в волшебные миры сказочные. Муж знал о похождениях ночных своей благоверной. И однажды, когда они проснулись, пошли завтра, когда он заметил в её волосах клочок о лучшей серой шерсти. Не долго думая, сжёг её на комфорке. Помните сказку про царёную лягушку? Там царевич Иван сжёг преждевременно лягушечью кожицу, и чарёная исчезла. То же самое произошло с женой Сергея Эйвеста, главного героя нашей книги. Тут же появляется у него чертёнок и ангел, которые очень потешны. Такие закадычные друзья, но при этом вроде как и враги. То есть они друг за дружку горой, но при этом как бы шутя враждуют, потому что всё-таки ангел и чёрт, это же две противоположности. В общем, они согласны принести Сергея, переносить Сергея по параллельным мирам, пока он не найдёт свою сужену вяженую. Я рекомендую эту книгу не только для повышения настроения, позитива, чтобы посмеяться, ну и в каких-то немножечко даже познавательных целях, потому что Сергей проходит через очень интересные миры, это и скандинавская мифология, он знакомится с Содином, и Фрей, и даже его кафонариров знает, и именно он посвятовал Одину. Как уговорить его опутать ленточкой, он знакомится с Иваном Целевичем, не тот, который женат на царевне лягушке, а который по молодильной яблоке прошёл, он оказывается и во времена инквизиции, это очень занимательно читать, И, конечно, и вот это я не буду говорить, это спойлер. Я всегда очень любила книгу «Моя жена ведьма», у меня книга есть, как минимум, точно есть, и «Моя жена ведьма» возглавляет так сказать, топ любимых трёх книг. Почему же? И вот, когда я в этот раз причитывала, я поняла, почему. В книге явно сквозит обожаемый совершенно мной типичный одесский юмор. Я не знаю, может, мне показалось, но, по-моему, это он. Я его обожаю, он такой прикольный. В общем, книга «Сплошной позитив». Я всем советую, кто ещё не читал. А на этом всё. Летнего вам погоды, летнего вам настроения. И пока-пока, до скорых книг.